Добрый день! Сегодня в цикле наших лекций по геологии, геофизике и моделированию мы рассмотрим лекцию по картопостроению и геометризации залежей нефти и газа. Двумерное картопостроение на сегодняшний день, несмотря на все более широкое использование 3D моделей, остается одним из основных средств получения представления геологической информации. Карта позволяет изучать свойства продуктивных пластов и их изменчивость, выполнять оценку потенциала месторождений. Перечислим основные сферы использования двумерного карты построения. Оценка запасов углеводородов и представление материалов при создании отчета по подсчету запасов для госорганов ряда стран России и СНГ. Оценка запасов построения карты фиктивных нефти и газонасыщенных толщин, определение средних значений фильтрационно-мокосных свойств ФЭС для проектов на поисковой и разведочной стадиях. Оценка запасов и построения карты фиктивных нефти и газонасыщенных толщин, средние значения ФЭС при аудите запасов. Карта построения на различных этапах создания 3D моделей и контроль качества построения 3D моделей на завершающих стадиях работ. Материалами для построения двумерных моделей служат результаты интерпретации коротажа, выделения коллекторов, оценка их характера насыщения и фильтрационно-мокосных свойств, сейсморазведки, структурные карты и трендовые карты атрибутов, отбивки стратеграфических границ и положения проницаемых пропласков скважных, а также поверхности флюидных контактов. Основные виды карт следующие. Структурные карты, карты, характеризующие свойства резервуара, карты эффективных нефтенасыщенных и газонасыщенных толщин. Поскольку последние наиболее значимы для оценки запасов нефти и газа, в этой лекции основное внимание мы уделим построению этих карт и анализу получаемых результатов. Рассмотрим, какие структурные карты мы используем. Во-первых, это трендовая сейсмическая поверхность. Во-вторых, это карта стратеграфической кровли пласта. Она строится по отбивкам стратеграфической кровли пласта в скважинах с использованием сейсмического тренда. В-третьих, это карта кровли коллекторов, построенная по отбивкам кровли коллекторов в скважинах. В-четвертых, это карта кровли коллекторов, построенная из трехмерной цифровой модели. Мы видим, что она самоизрезанная. Аналогично, такие же карты существуют и для подошвы пласта. Итак, рассмотрим последовательность операции при построении структурных карт кровли и подошвы коллектора одного пласта. Вначале по маркерам в скважинах выполняется построение карты стратеграфической кровли пласта конформно трендовой сейсмической поверхности или подошвы в зависимости от геологической ситуации. Далее выполняется расчет стратеграфической толщины пласта в скважинах по стратеграфическим отбивкам и расчет по этим данным карты стратеграфической толщины пласта при необходимости с последующей ручной редакцией. Карта стратеграфической подошвы получается прибавлением карты кровли карты стратеграфической толщины. Обязательной процедурой после этой операции является подсадка полученной поверхности на отбивке стратеграфической подошвы в скважинах, поскольку вследствие кривизны скважин значение стратеграфических толщин по отбивкам в скважинах относится в плане к средней точке между пластопересечением кровли и подошвой пласта. Вследствие этого значения поверхности стратеграфической подошвы пласта после прибавления карты изохор, то есть толщин, карты кровли в скважинах несколько отличаются от значения отбивок. Далее, аналогичным образом через карты изохор между уже стратеграфической кровлей пласта и кровлей коллектора, стратеграфической подошвой пласта и подошвой коллектора выполняется построение карт кровли и подошвы коллекторов с последующей их подсадкой на отбивке. В зависимости от условий осадка накопления, карты кровли и подошвы коллектора могут и должны строиться через карты толщин, то есть из охор, от стратеграфической кровли или от стратеграфической подошвы пласта. На слайде вверху показана ситуация, когда подошва пласта является границей стратеграфического несогласия и построение кровли и подошвы коллектора производится от стратеграфической кровли пласта. А на слайде внизу показана ситуация, когда уже кровля пласта является границей стратеграфического несогласия, эрозионной поверхности. Построение поверхностей кровли и подошвы коллектора должно производиться от стратеграфической подошвы пласта. На первом этапе для каждого пласта выполняется построение структурных карт по кровле и подошве коллектора, то есть кровли первого и подошвы последнего принципа пропластка встреченного скважины. Теперь остановимся на сравнении результатов построения структурных карт различными алгоритмами. На слайде приведено сравнение результатов построения структурных карт по большому количеству скважин в отсутствии тренда. Мы видим большое сходство этих карт. Но при наличии малого количества скважин различия становятся весьма значительными, причем выбрать лучший вариант как наиболее достоверно весьма затруднительно. Все меняется при использовании тренда. Карты снова становятся весьма похожими и геологически разумными. Таким образом, выполнять карту построения необходимо с наличием геологически обоснованного тренда, будь то это сейсмическая поверхность или нарисованная геологом карта от руки. На слайде показаны результаты построения структурных карт с нарушениями в различных программных пакетах. При построении карт с нарушениями наличие тренда становится еще более значимым, поскольку в большинстве программных продуктов смещение горизонтов на плоскости разлома оценивается через разницу отметок на трендовой карте с той и с другой стороны разлома. На сегодняшний день наиболее гибкими являются пакеты, в которых существует опция задания в каждой точке разлома амплитуды смещения горизонтов. В пакетах трехмерного моделирования для построения хорошей структурной карты с нарушениями необходимо, как правило, предварительно построить модель разломов, затем горизонты с учетом модели разломов, а потом уже конвертировать полученные горизонты в поверхности. Теперь о связи поверхностей и контуров. На слайде показан пласт, в котором коллектор представляет собой единое песчаное тело без перемычек внутри. По определению, внешний контур нефтяносности получается пересечением поверхности водонефтяного контакта и поверхности кровли коллекторов. Обозначается штрихами с одной точкой. Внутренний контур нефтяносности – это пересечение поверхности водонефтяного контакта и поверхности подошвы коллекторов. Обозначается на карте штрихами с двумя точками. Внутренний контур, естественно, вложен во внешний. Для нефтегазовой залежи мы имеем еще в дополнении два контура. Внешний контур газоносности получается пересечением поверхности газа нефтяного контакта и поверхности кровли коллекторов. Обозначается штрихами с одним крестиком, а внутренний контур газоносности – пересечение поверхности газа нефтяного контакта и поверхности подошвы коллекторов. Обозначается штрихами с двумя крестиками. В зависимости от толщины полоста и толщины нефтяной оторочки возможны различные взаимоотношения между контурами. Рассмотрим ситуацию с поведением карт кровли и подошвы коллектора на границах зоны отсутствия коллекторов. Когда предполагается ситуация с плавным уменьшением толщин коллекторов, границей зоны отсутствия коллектора, плавного и выклинивания коллектора, то поверхности кровли и подошвы коллектора на полигоне зоны выклинивания коллекторов сходятся. Это показано на слайде вверху и внизу. Здесь изображены разрезы каркаса поверхностей и следы пересечения поверхностей с плоскостью разреза. В зависимости от поведения выклинивания коллектора, линия пересечения поверхностей кровли и подошвы коллектора может находиться посередине или ближе к кровли, или к подошве пласта. На слайде внизу как раз изображена ситуация, когда сокращение толщины коллекторов происходит вследствие замещения коллектора в нижней части пласта. Когда мы предполагаем резкое замещение коллекторов на границе зоны отсутствия коллектора, то поверхности кровли и подошвы коллектора не сходятся на границе зоны замещения, утыкаясь уже не в полигон, а в субвертикальную плоскость зоны замещения. Введем немного определений. А нефтенасыщенная толщина равна нулю в скважинах за пределами внешнего контура нефтяносности. Латеральное местоположение границы зоны отсутствия, то есть зоны замещения коллекторов, принимается либо посередине между скважинами, либо по данным сейсморазведки, либо по анализу изменения гардиента эффективных толщин по латерали. Построение карты эффективных толщин производится в соответствии с принятой моделью поведения коллектора на границе зоны их отсутствия. Плавное выклинивание на ноль или резкое замещение. Далее мы рассмотрим две наиболее распространенные технологии двумерного построения карт нефтенасыщенных толщин на примере обычной пластовой водонефтяной залежи зоны отсутствия коллекторов в южной части. Первая технология по точкам опирается на значение эффективных и нефтенасыщенных толщин скважинах. Она наиболее традиционна и может применяться для залежей относительно простого строения, кроме массивного типа, и плотно разбуренных, поскольку плохо учитывает изменения структурного плана в межскважинном пространстве. На первом этапе выполняется построение карты эффективных толщин по точкам скважин. В качестве трендов могут быть использованы карты сейсмических атрибутов, по которым найдена удовлетворительная корреляционная связь с данными ГИС. Затем используется то, что в пределах внутреннего контура нефтяносности карта эффективных толщин будет равна карте нефтенасыщенных толщин, а на внешнем контуре нефтенасыщенные толщины равны нулю. Тогда делаем так. Строим по скважинам карты эффективных толщин, обрезаем ее по внутреннему контуру, на внешнем контуре задаем нули и производим интерполяцию толщин от внутреннего контура до нулевого внешнего с учетом значений нефтенасыщенных толщин в скважинах между контурами. Получаем итоговую карту эффективных нефтенасыщенных толщин H-эффективная N. Вторая технология через песчанистость более сложна. Она позволяет учитывать изменения структурного плана в межстважном пространстве. Здесь также используются граничные полигоны, аналогичные применяемым при картопостроении по точкам. Перейдем к описанию двумерного картопостроения способом через песчанистость. Здесь мы используем величины коэффициента песчанистости в продуктивной части резервуара и карты общих толщин в продуктивной части резервуара. Карты нефтенасыщенных толщин получаются перемножением этих карт. Подробно технология построения описана в методических рекомендациях по созданию модели 2003 года. Сравним полученные карты. Мы видим, что основные расхождения имеют место в водонефтяной зоне между контурами нефтяносности. Те карты по песчанистости учитывают изменения структурного плана, а карты по точкам нет. Поэтому двумерные карты нефтенасыщенных толщин, построенные через песчанистость, лучше согласуются с картами нефтенасыщенных толщин, получаемых из 3D-моделей. Перейдем к примерным картам нефтенасыщенных толщин для разных типов залежей. На этих примерах карты, построенные методом через песчанистость, на них также приводится сечение 3D-моделей для этого типа залежей. На слайде показан пример карты H-эффективной N обычной пластовой залежи. Мы видим, что излом изоления нефтенасыщенных толщин происходит на внутреннем контуре. На слайде слева показан пример карты эффективных нефтенасыщенных толщин пластовой залежи с вертикальным постседименционным разломом. Изоления нефтенасыщенных толщин ломаются как на внутреннем контуре, так и на линии тектонического нарушения ввода нефтяной зоны. Однако, поскольку нарушения постсредневекционные в пределах внутреннего контура, где эффективные толщины равны нефтенасыщенным, излома изолений на линии тектонического нарушения не происходит. Для залежа массивного строения с вертикальным разломом справа изоления нефтенасыщенных толщин ломается только на линии тектонического нарушения, поскольку отсутствует контур нефтяносности. Массивная залежа полностью подстилается водой и в ней отсутствует внутренний контур. В том случае, если плоскость нарушения на массивной залеже не вертикальна, то происходит уменьшение нефтенасыщенных толщин от полигона пересечения плоскости нарушения с поверхности кровли коллектора до полигона пересечения плоскости нарушения с поверхности ВНК. Для залежей с нарушением используются терминологии для названия блоков. Лежачий блок, футвол, тот, на который мы как бы наступаем. Висячий блок, тот, хенджинвол, на который налегает на лежачий. На слайде показан пример каштаты АШФН для залежи со стратеграфическим несогласием. Породы осадочного чехла здесь исчезают в зонах выступа фундамента. Поскольку осадка накопления происходила параллельно кровли, поверхности кровли и подошвы коллекторов отстраивались конформа именно стратеграфической кровли пласта. Здесь уменьшение нефтенасыщенных толщин происходит не только от внутреннего контура нефтеносности к внешнему, но и от полигона пересечения поверхности подошвы коллекторов с поверхностью фундамента к полигону пересечения поверхности кровли коллекторов с поверхностью фундамента. Обратим внимание, что полигон стратеграфического выклинивания пласта является вложенным в полигон пересечения кровли коллектора с фундаментом. Пример тектонически ограниченной залежи с двух сторон нарушениями приведен на следующем слайде Здесь нарушения показаны вот такого цветочного типа Карта построения залежей, содержащих одновременно нефтегаз, часто осложняется тем, что возникают пересечения контуров нефти и газоносности в плане Как показано в примере пластовой нефтегазовой залежи на слайде Поэтому обычная карта построения выполняет в три этапа Вначале строят карту суммарной нефтегазонасыщенной толщины, затем карту газонасыщенной толщины А затем вычитанием из первой суммарной карты второй получают карту уже нефтегазонасыщенной толщины Это иллюстрирует данный слайд На слайде показан еще раз пример карт нефтяной пластовой залежи с наличием зоны отсутствия коллекторов Вызванной замещением коллекторов непроницаемыми породами В первом случае слева предполагается плавное выклинивание коллекторов на границу зоны замещения, то есть плавное уменьшение эффективных толщин. Здесь поверхности кровли и подошвы коллектора пересекаются на границе зоны замещения, а линии внешнего и внутреннего контуров нефтяносно сходятся вместе. Во втором случае справа происходит резкое замещение коллекторов на полигоне границы зоны, то есть обрыв, утыкание и запахи эффективных толщин на полигоне границы зоны. В этом случае линии внешнего и внутреннего контуров нефтеносности на границе зоны замещения не совпадают. Завершив на этом рассмотрение карт нефтегазонасыщенных толщин для залежей разного строения, перейдем к построению карт средних значений и петрофизических параметров. Построение карты пористости может проводиться с учетом карт сейсмических атрибутов. Если установлено наличие устойчивых коллекционных связей между картами сейсмических атрибутов или их комбинациями и значениями средней пористости коллекторов в контрольных точках схважива. Для залежей с наличием зоны отсутствия коллекторов рассматривается как построение карт эффективных толщин обычных два варианта в зависимости от условия осадка накопления. Первый – это снижение пористости до величины граничного значения коллектор-неколлектор. КП граничный на границе зоны отсутствия коллекторов. Второй – это интерполяция пористости, выполняется без учета границы зоны отсутствия коллектора, затем внутри зоны значения КП обнуляются. Оценить целесообразность использования того или иного варианта можно с помощью построения кроссплота по значениям параметров в скважинах. По одной оси, как мы видим на слайде, откладывается величина удаленности Л скважины от полигона зоны отсутствия коллекторов, по другой – средняя пористость коллекторов. Если с уменьшением Л, то есть при приближении к зоне отсутствия коллекторов, существенно уменьшается и среднее значение КП, то надо использовать первый вариант. Построение карты средней нефтенасыщенности существенным образом зависит от особенностей геологического строения месторождений. Для некоторых месторождений с высокой вертикальной анизотропией проницаемости или гидрофонными коллекторами не удается установить зависимости между нефтенасыщенностью и пористостью, а также удаленностью пропластков от ввода нефтяного контакта. В таких случаях карты построения производятся просто интерполяцией по точкам средневзвешенных по толщине значений КН скважин с последующим обнулением карты за контуром нефтеносности, как показано на слайде. Однако, если установлено, что имеется тенденция к снижению величины нефтенасыщенности КН к внешнему контуру нефтеносности, то следующим усложнением является карта построения по точкам с уменьшением значений КН к внешнему контуру нефтеносности до величин граничных значений нефтенасыщенности КН. Это может быть либо одно число, либо линия с граничными значениями нефтенасыщенности, которая зависит от пористости. Такая зависимость может быть установлена по керну или по результатам интерпретации коротажа. В случае, когда установлено наличие зависимости между пористостью и нефтенасыщенностью, расчет карты нефтенасыщенности может выполняться и через пересчет по этой зависимости от карты средней пористости в карту КН с последующей посадкой на точке значения в скважина. В еще более сложном случае варианта расчет карты КАЭН производится с использованием зависимости величины КАЭН как от пористости и структурного фактора, то есть с использованием карт пористости и кровли коллектора сразу. Спасибо за внимание.